Спасены 5 человек. Сегодня утром в микрорайоне Юбилейный горела двухкомнатная квартира на пятом этаже панельного дома. На вызов прибыли две единицы пожарной техники. В тушении было задействовано 8 спасателей. Пожар удалось локализовать за 20 минут. Огнем было уничтожено более 20 квадратных метров самой квартиры и 5 квадратных метров кровли дома. Спасатели эвакуировали 5 человек. На месте работают специалисты. Причины пожара устанавливают. Иркутские полицейские в ходе рейдов операции «Нелегал» доставили в отдел полиции около 150 иностранных граждан, у которых была проверена подлинность документов и правомерность их нахождения на территории России. В отношении 50 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает Пресс-служба внутренних дел региона, материалы о выдворении 10 нелегальных граждан за пределы области уже направлены в суд. Операция «Нелегал» продолжается. Нужны ли прямые выборы мэра? На сайте законодательного собрания Иркутской области для общественного обсуждения опубликован законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Срок окончания обсуждения 6 октября 2015 года. Все замечания и предложения по проекту закона жителям региона предлагают писать на форуме и отправлять на электронную почту. Напомним, прямые выборы мэра в областном центре были отменены в конце декабря прошлого года. Профессионал своего дела. Сотрудница библиотеки из Братска может стать лучшим библиотекарем России. Татьяна Кашперская вышла в финал третьего всероссийского конкурса. Ее соперниками стали 20 библиотекарей из разных регионов страны. Сейчас на сайте Российской библиотечной ассоциации проходит голосование за претендентов. Итоги конкурса подведут в конце октября на пятом всероссийском форуме публичных библиотек. Теперь она стала достоянием всего мира. За использование музыки и слов известной американской песни Happy Birthday to You ни одна из звукозаписывающих компаний мира не сможет получать денежные отчисления. Оригинал популярной песни может свободно использовать каждый желающий. По разной информации суммы за использование песни составляли до 2 миллионов долларов в год. К этому часу у нас вся информация. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, отправляйте свои фото и видео на нашу электронную почту asmrsobakoyandex.ru и звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на ИСТИ и мы увидимся ровно в 16.00.